Есть такая тема, которую можно назвать главная и второстепенная, или основная и вспомогательная. Это один из фундаментальных моментов, который очень важен для успешной практики. То есть, по сути, речь идет о том, чтобы практикующий понял, что является главным, основным, фундаментальным, а что является второстепенным, вспомогательным, необязательным. Смысл очень простой, что если человек знает, что является основной, что является фундаментальным, основополагающим, он может сконцентрироваться только на этом. Не тратя свое время, свое внимание на практику второстепенных, вспомогательных, каких-то методик. И когда мы говорим о главном и второстепенном практике медитации, то речь идет о нескольких моментах. Первый момент — это упражнения. Когда человек начинает заниматься какой-либо методикой, какой-либо системой, он сталкивается, как правило, с набором упражнений. И по мере углубления освоения методики, этой системы, человек изучает все больше и больше упражнений различных. При этом из всех упражнений, которые изучает человек, есть упражнения основные, главные, а есть второстепенные. И как вот это вот разбиение происходит на основные и второстепенные? Оно происходит по принципу реализации трех основных функций — расслабление, внимание и реализация состояния. То есть основными считаются упражнения, которые направлены, заточены, созданы специально для скорейшей, мощнейшей и наиболее эффективной реализации вот этих трех основных функций. Расслабление, тренировка внимания и реализация особого состояния восприятия. В чем особенность основных упражнений? Как их можно узнать в разных системах? Как правило, это, если про внешнюю форму говорить, как правило, это не динамические упражнения. Как правило, это статика. То есть это стоячие или сидячие медитативные практики, которые выполняются какое-то продолжительное время, не пять минут. И динамики в них нет, как правило. Второстепенные упражнения, опять же, внешняя форма, их можно узнать, что они часто делаются какое-то непродолжительное время относительно основных. И они, как правило, сопровождаются динамикой. То есть это какая-то динамика. Это всякие, например, если говорить про цигун, это разные динамические практики, разные жесткие цигун, разные ID-2i и прочее, прочее, прочее. Какие-то, если говорить о системе гудава-пай, это какие-нибудь спонтанные цигун, вспомогательные упражнения, подготовительные упражнения и так далее. Получается, что обязательно, с точки зрения практики, заниматься вот этими основными упражнениями. Что это значит? Что значит обязательно? Это значит, что если ты хочешь результат получить от практики, от использования инструмента, то быстрее всего этот результат ты получишь, как типа именно вот эти основные упражнения, потому что они были заточены на реализацию вот этих трех главнейших функций, которые и делают практику эффективной. Это первый момент. То есть понимание, где основное и второстепенное в упражнениях, помогает оставить акценты в своей практике. Основное выполнять постоянно и регулярно, а второстепенное выполнять тогда, когда хочется, тогда, когда есть необходимость и так далее. То есть уже по обстоятельствам. Продолжение следует...